Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале Экзегет мы начинаем цикл бесед по второй книге Ездра. И она начинается рассказом о том, как царь Иосия совершает Пасху по закону Моисееву. Если первая книга Ездры рассказывает нам о восстановлении храма и начале богослужения в храме, то вторая книга Ездры возвращает нас к временам первого храма накануне его уничтожения вавилонянами. Когда был царь Иосия, который вспомнил, что надо совершать Пасху, потому что с времен Судей, Шефтим, весь период царей, эти цари были так заняты собою, что они забыли о празднике Пасхи, и никто ее не праздновал. Это повествование пересекается с четвертой книгой царей и со второй книгой Паралепименон. И здесь мы находим такие слова. «И совершил Иосия в Иерусалиме Пасху Господу своему, и закололи пасхального агнца в четырнадцатый день первого месяца, поставив священников под чередом в облачение в храме Господнем. И сказал левитам, священнослужителям Израилевым, «Осветите себя Господу для поставления святого ковчега Господня в храме, который построил царь Соломон, сын Давидов. Не нужно будет вам брать его на ремена, служите Господу Богу вашему и заботьтесь о народе его, Израиле. И устройтесь по родам и поколениям вашим, по расписанию Давида, царя Израилева, и по великолепию Соломона, сына его». Соломон – это тот самый, который построил первый храм. «И став в освятилище по родовым левитским разрядам вашим предбратьями, вашими сынами Израиля, закалите по уставу пасхального агнца и приготовьте жертвы для братьев ваших и совершите Пасху по заповеди Господней, данной Моисею». Конечно, объяснить это трудно, почему эти цари были так заняты собою, что во все их дни Пасха не праздновалась. Потом не очень понятно, а куда смотрели первосвященники, которые были при царях, книжники Соферим. «И дал Иосиф дар находившемуся там народу 30 тысяч агнцев и козлов и 3 тысячи тельцов. Это по обету дано от царских стат народу, и священникам и левитам. И далее Хелкия, и Захария, и Иеил, начальствующие в храме священникам на Пасху 2600 овец и 300 валов». Вот здесь мы видим, что представитель светской власти царь Иосия дает необходимые для жертв приношения народу 30 тысяч агнцев и козлов и 3 тысячи тельцов. И начальствующие в храме выдают священникам на Пасху 2600 овец и 300 валов. «И Хания, этот благочестивый царь, и Самей, и Нафаниил, брат его, и Асафия, и Охиил, и Иорам, тысячи начальники, дали левитам на Пасху 5000 овец и 700 валов». Здесь такое отдельное приношение левитам, служителям. И когда это происходило, священники и левиты благолепно стояли по поколениям и родовым преимуществам, держа преснаки перед народом, чтобы приносить жертву Господу по предписанному в книге Моисеевой. «И это было в раннее время. И спекли пасхального агнца на огне, как надлежало, а жертвы сварили в медных сосудах и котлах с благовониями и отнесли всему народу». То есть задача заключалась в том, чтобы и простой народ, и левиты, и священники храма, все бы участвовали бы в пасхальном действии. И хотя Пасха по Ветхому Завету это семейный домашний праздник, когда надо просто находиться всем дома и не выходить на улицу, но в то же время были общественные службы на следующий день в течение Седмицы, Седмица опресноков. И вот здесь надо было позаботиться о том, чтобы и домашняя часть, основная, кстати, часть пасхального седора была исполнена, и чтобы потом богослужение именно Седмицы опресноков тоже совершалось, и тоже приносились бы жертвы при общественном богослужении. И вот здесь достаточно подробно все это описывается. И все это происходило в 18-й год царствования Иосии, и была совершена эта Пасха. Тут тоже непонятно, почему раньше Иосия, царь не вспоминал о Пасхе, а здесь теперь он вспомнил. Казалось бы, Иосия исправил то, что не сделали другие цари, то, что они нарушили. Но это была лебединая песть Израиля, уже ничего нельзя было изменить, храм был обречен, Иерусалим был обречен, и народ был уже предуготовлен к тому, чтобы идти в Вавилонский плен. Были пророчества Иеремии, который все это предсказал. С 23 по 33 стих говорится о нашествии фараона Нехао и о смерти Иосии, того царя, который на 18-й год своего царствования вспомнил, что все-таки должна быть Пасха. После смерти Иосия, 34 стих и ниже, и взял народ Иханию и Ахаза, это другая транслитерация этого имени, из Септуагинты, сына Иосии, и поставили его царем вместо Иосии, отца его, когда ему было 23 года. И царствовал он в Иудее и Иерусалиме три месяца, и отставил его царь Египетский, то есть отстранил, чтобы не царствовать ему в Иерусалиме. И наложил на него 100 талантов серебра и 1 талант золота, и поставил царь Египетский Иакима, брата его, царем Иудеи, Иерусалима, и связал вельмож, а Заракина, брата его, отвел в Египет. Был же Иаким 25 лет, когда воцарился над Иудеей, этот Иаким уже ставленник Египта, когда воцарился над Иудеей и Иерусалимом, и делал он зло пред Господом. Против него вышел Навуходоносор, царь Вавилонский, и связал его медными узами, отвел в Вавилон. И, взяв некоторые из священных сосудов, Господа Навуходоносор перенес их и поставил в своем капище в Вавилоне. Сказания о нем, о его развращении и нечестии написаны в книге летописей царских. Книга летописей царских – это книга Паралепименон, прежде всего вторая книга Паралепименон, где подробно о всем этом рассказывается. И далее говорится об Иакимии, другая транслитерация его имени, и Хания, царе иудейском. И воцарился вместо него Иаким, сын его, был он 18 лет, когда назначен царем. Царство уже в Иерусалиме три месяца и десять дней, и сделал он зло пред Господом, и через год Навуходоносор послал и отвел его в Вавилон вместе со священными сосудами Господа. То есть храм был разграблен. Царь пленен и уведен в Вавилон. Уже Египет как бы не принимает участия в этом конфликте. Египет мог опасаться вавилонян. Из 46 стиха до 58 стиха первой главы рассказывается о Садыкии, царе иудейском, и о гибели Иерусалима. Мы прочитаем с 53 стиха и ниже как халдеи напали на Святой Город. Они избили юношей их мечом вокруг святого храма их и не пощадили ни юноши, ни девицы, ни старого, ни молодого, но все были преданы в руки их. И все священные сосуды Господни, большие и малые, сосуды Ковчега Господня и царские сокровища взяли они и отнесли в Вавилон. И сожгли дом Господень, то есть храм Соломонов, и разорили стены Иерусалима, и башни его сожгли огнем. Вот о восстановлении храма мы читаем в первой книге Ездры, а о восстановлении башень и стены Иерусалима мы читаем в книге Наимии. И все великолепие его обратили в ничто, оставших же от меча отвели в Вавилон. И они были рабами ему и сыновьям его до владычества персов. Вот когда Медоперсидское царство сменяет Вавилонское, здесь отношение к евреям меняется. До владычества персов воисполнение слова Господня из уст Иеремии, а пророк Иеремий все это предсказал. Пророк Иеремий – это самый несчастный из пророков. Потому что, как считали евреи, он ничего хорошего не предсказывал. Он говорил только о грядущем плохом. И, казалось бы, зачем людям информация о плохом? Но надо готовиться и к тяжелым временам. Время разбрасывать камни, время собирать, время объятиям, и время уклоняться от объятий, время миру и время войне. Поэтому книгу Иеремии я бы рекомендовал читать в тяжелый какой-то период собственной жизни верующим людям или когда мы видим сложную ситуацию в целой стране. Вот эта книга имеет такие созвучные темы. И они были рабами ему и сыновьям его до владычества персов в исполнении слов Господня, в исполнении слова Господня из уст Иеремии. Доколе земля не отпразднует суббот своих, во все время запустения своего, в продолжение 70 лет она будет субботствовать. Ну, здесь как бы прямая цитата берется из последней главы второй книги Парли Паминон. Что значит земля субботствовала? То есть, никто ее не обрабатывал, ничего не сеял, она отдыхала. Таким образом, мы видим, что вторая ездра начинается как бы с такой завязки, чтобы объяснить, с чего все началось. А потом уже рассказывается о том, о чем мы можем прочитать и в книге Наиме, и в книге Ездры, и даже то, что мы можем прочитать в книге пророка Даниила. Таким образом, вторая книга Ездра имеет для себя несколько разных источников. Это очень экалитичная книга, но в ней есть тексты, которые сообщают нам что-то новое, что отсутствует в других книгах. Друзья, подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. С Богом! Субтитры создавал DimaTorzok